Сергей, у нас есть возможность разобраться с еще одной ситуацией, еще один проблемный блокпост, но он на Северс уже 31-й. Вот ребята сейчас реально на линии огня, там может произойти точно такая же трагедия, как и на 32-м блокпосту. Давайте посмотрим. Фактически, так называемая буферная зона, или как ее еще называют, серая зона, проходит по реке Северский Донец. По эту сторону ситуацию контролирует Украина, украинские власти, а по противоположную, в большинстве своем, так называемый, банформирование, ЛНР, ДНР. Здесь очень сложно рассчитывать время, расстояние, потому что многие дороги заблокированы, мосты взорваны, и вот теперь мы пытаемся попасть в Крымское совершенно с другой стороны, делаем большой крюк, но по-другому никак. Ну, нареште мы до вас доехали, но мы другий день до вас едем. Здесь постоянная боевая готовность, вот мы видим пулеметчик и человек с гранатометом в руках, в постоянной готовности. Как боевый дух, выразумите, за что вот это стоит? Конечно, конечно. Отлично. Молодцы, молодцы. Дай бог здоровья, чтобы все живее повернулись. Мы общались с ребятами с Насгвардией, а там впереди бойцы 24-й бригады вооруженных сил Украины. Треба давать адекватную ответственность, а не стоять в тмошке и ховаться в норах, как в Сусклике. Стреляют они, стреляем мы. Наступают они, наступаем мы. И вот это будет правильно. Генератор наш. Генератор? Генератор наш. Генератор наш. Может скоро требует повесить и звонят. Только мая буты обстрел, сразу утекая у блиндаж. Чуя, упоряжая на. Сепарь исходил, значит. Де, де, де. Четыре человека. Вот эти четверо на дороге, это террористы. Они оказались как бы между двух огней. То есть их бросили на передовую их командиры, да? Я так понимаю. Сепари, командирские сепари. И что теперь, какая вот ситуация? Им не мало куда деваться. Они до нас, или их зараз они вернулись. Мы им предлагали до нас. Мы им предлагали сдатись. У них лимонки в руках. А вот чему вы по них не стреляете? А у нас перемирие, мы не маем права. Вот в этом принципиальное различие между террористами и военными. Их отправили сюда, все пришли, чтобы не хотели. Клопцы, ну что, ты как? Мы в спину моем стрелять. Там немає никакого братецства. Вот, пожалуйста. И отправили четырех человек, які їм не треба просто. И все. Сейчас относительно тихо. Возможно, в связи с тем, что сегодня у террористов выборы. Но это затишено такое очень относительное. Вот буквально недавно был отстрел из установки Град. Повезло. Боекомплект приземлился в этом поле. Если увидите, видите, оно такое, такие воронки, перерытое поле. Но у ребят страха нет. Есть боль. И боль за то, что 32-й блокпост, который вот отсюда, он был километров восьми. И в поле до сих пор остались несобранные тела. Просто поле заминированное. Подойти и подступиться к нему сейчас невозможно. Официально сообщалось о том, что там всего несколько погибших было. Но бойцы говорят, что там остались десятки тел. Продолжение следует... Продолжение следует...